Не просто там два притопа-три перехлопа, какой-то припевчик-куплетик, да, а это был какой-то акт осмысленного совершенно творчества, что не очень многих музыкантов даже в рок-музыке у нас на сцене есть. Может быть какая-то любимая песня есть или альбом или... Ну вот сегодня Алла говорила, она тебе как на войне. Это одна из моих самых любимых песен, потому что я это пропустил через себя. Действительно, с Аллой было как на войне. Каждый день. Саундтрек вашей практически семейной жизни. Ну, поэтому мне эта песня нравилась. Первый такой яркий всплеск, когда Агата Кристи, хотя и была всего лишь одной из групп, да, из плеяды тогда мощных совершенно групп, великих, вдруг они отправляются во Францию на фестиваль, занимают там первое место и возвращаются, в общем, победителями, триумфаторами. Не знаю, что это дало стране, но я думаю, вот ощущением самой группе, может быть, дало очень многое. Агата Кристи. Моника, спасибо за воспитание. Мы рады быть здесь. Спасибо всем, кто любит нас Россия Спасибо городу Азбесту Я надеюсь, это как-то сказалось Положительным образом на вашем благосостоянии Или нет? Нет, в тот период вообще никак не сказалось А это правда, что в пик вашей популярности Просто люди думают, что все артисты очень богатые Твой личный гонорар за концерт был 300 долларов Ну там по-разному, когда-то побольше, когда-то поменьше 300 долларов это уже как раз такие времена Когда мы по клубам тусили, по Москве выступали исключительно Нет, там что-то было побольше, но не намного больше Ну потому что неправильная бизнес-хема была сделана То есть вы же понимаете, что на вас миллионы долларов были заработаны Да, но нами не были Ну да, как бы не заработали тех денег, которые, наверное, могли бы заработать С другой стороны, ну а кто вот мы? Вот приехали из Азбеста через Свердловск Значит, такие вот уральские такие какие-то парни Которые, естественно, здесь не ориентируются во всем Достаточно агрессивны среди шоу-бизнеса Не знают толком, как это работает Естественно, с нами произошло все то, что должно было в таких обстоятельствах произойти Ну и я воспринимаю сейчас это как такую жизненную школу Которую надо было пройти, чтобы понять, как потом застраивать взаимоотношения с партнерами Согласись, есть некий романтизм вот в этом процессе гастролей Как ты считаешь? Есть, конечно, романтизм Это дело я люблю Вот есть так оценивать годы, наверное, с 91-го Я так частенько на гастроли езжу И очень мне это дело нравится, особенно поезда мне нравятся Почему? Ну, самолет мне не нравится, потому что аэропорт далеко от дома Потому что вся вот эта вот бодяга Сними кольца, цепи Кстати, интересно, какое количество времени занимает у тебя прохождение Контроля безопасности в аэропорту? Очень долго, потому что все металлическое везде, где только можно И, соответственно, эта процедура такая болезненная для меня, неприятная А поезд-то совсем другое дело Сел и ты в домике, захотел, пошел покурил, захотел Почитал книжку, лег Самолеты очень не люблю, очень Еще у меня уши сильно закладывают, а мне уши нужны для работы Ну, я вообще поезд не очень люблю Я не сплю практически в поезде Вот, ну, путчики разные попадаются, такие дискомфортные Ну, тебе ведь сейчас ты можешь просить отдельное купе Но не всегда так было же, да? Конечно, да Естественно, первые выезды, это такие Ну, до пласткарты дело не доходило, конечно Ну, разные бывали Ну, ты знаешь, это и сейчас случается Потому что бывают же города, между которыми ты можешь перебраться только на поезде И на поезде только к какому-то такому, который там ходит, и все Страшно спросить, какой насчет этот переезд По-моему, ты даже, наверное, даже слабо представляешь, сколько тысяч километров ты проехал за всю свою жизнь Не знаю Леша, ты сам забываешь про себя Вот я тоже А какой был первый город? Первый город, первый вообще выезд, ну, это был фестиваль, это город Казань Вот Там был фестиваль, тогда же была практика Типа рок-клубы обмениваются на фестивали группами Типа приезжает никому неизвестная там группа из Свердловска, там выступает на Казанском фестивале Ну и тогда уже у нас получился такой хороший концертик Через год нас позвали туда снова, я встретил свою первую любовь, например А междугородняя любовь вообще существует? Ты веришь в нее? Она быстро кончается А вообще, в принципе, гастроли как таковые нравятся? Гастроли как таковые нравятся, конечно Гастроли нравятся, вообще мне нравится сюда путешествовать, куда-то ездить, я очень люблю И сейчас тоже с хорошими людьми Все это целый ритуал, несколько ритуалов А с чего начинается? Со сбора чемодана или? Со сбора чемодана, со составления Первый раз, когда я ехал в туру, год назад мы поехали в какой-то первый тур Сагаты Я составил себе, как учили родители, список вещей, которые были на собой Как в пионерский лагерь В пионерский лагерь Составил список, и до сих пор один раз я составил этот список Помню, один раз я по нему собрался и с тех пор забыл Потому что уже после первой же гастроли я уже вот так вот, уже знал точно, как мне что собирать на автомате Ну, эти гастроли, да, вагоны, рестораны, не всегда приятная публика Рядом, конечно Ведь наша публика весьма, согласитесь, она весьма непосредственная Если она видит известного человека, она считает, что она обязательно должна с ним пообщаться Но сегодня мне, на первом день мы когда стояли, подошел, значит, человек Очень жизнерадостно сказал, что он, значит, главный механик, по-моему, этого состава И через такой полминуты подходит ко мне с телефона и говорит, поговори с женой Ну, это нормальная вещь, люди как бы по-разному проявляют свои эмоции Это же показывает, как близко находится российская знаменитость от народа А потому что на Западе такую ситуацию представить себе, мне кажется, невозможно Ну, конечно, да, там частные самолеты и все такое прочее Ну, мне кажется, что это на самом деле хорошо Потому что, ну, правда в том, что искусство действительно должно принадлежать народу Это действительно так, иначе зачем ему нужна вещь себе? Ну, как бы, поэтому И вот эту стенку отгораживает совсем такую железобетонную от зрителя И даже не от зрителя, а от людей Да, он не купит билет, мне кажется Это тоже неправильно, мне кажется Понятно, что дистанция, она какая-то есть Вот всегда Но нельзя людям отказывать в любопытстве каком-то Потому что они же, нужно понимать, что они не персональны к тебе То есть это абсолютно не личная история Это для них лицо из телевизора И они реагируют на все лица из телевизора вот таким образом Куча же была разных общений Там с пьяными дембелями, там, с кем угодно, знаешь, с уголовниками Ну, что-то... Главное, no fear, как говорят англичане Без страха, билет, как, знаешь, ну что... Ты ему что-то сделал плохой кроме того, что ты выглядишь вот так, знаешь, не сделал Значит, можно просто всегда говорить А ты никогда не посещала мысль, что вот ты такой крутой едешь в СВ, а в 30 метрах от тебя совсем другая жизнь Вот тотально другая Ну, я этой жизнью тоже жил, я знаю Я вырос в маленьком полициальном городе в советское время И первые гастроли у нас до середины 90-х происходили в тех же самых условиях Знаешь, и с большим количеством людей общались И ели там, черти пойми что, и жили черти пойми где Открытая дверь На свежей земле Под землей кипит работа Бесы варят мясо Вот, смотри, бутерброд с яйцом Однажды А это селёдку подширует Да, селёдочку подширует Полежите, пожалуйста А ляшки, где мясо есть? С картошечкой, с капустой Полежите, картошечкой, пару горожков И слёдочку подширует Селёдочку подширует вам с собой или здесь? С собой, с собой, с собой